Добрый день, уважаемые телерадио- и радиослушатели! Мы сегодня заглянули к Мазурову Олегу Анатольевичу и у нас в руках вот такая книжка Михаила Васильевича Попова «Наука логики Гегеля. Посудия по изучению». Хотелось бы вам ее представить и чтобы вам рассказал Олег Анатольевич о том, что это такое. Здравствуйте, товарищи! Это пособие, несмотря на то, что выглядит очень скромно. Всего лишь порядка ста страниц. Это во многом этапное издание. Наконец-то в целостном виде и в кратком изложении в тексте представлены основные движения основных категорий диалектики, в принципе, не только Гегеля, а именно материалистическое толкование. То есть написано «Наука логики Гегеля», а здесь задано материалистическое толкование диалектики в принципе. И сделан это Михаил Васильевич Попов. Это, по сути, текстовая запись той лекции, которая проходила 4 часа 40 минут на канале Лоббио. Записана в текстовом виде эта лекция, из видеорежима переведена в текстовый режим и уже совершенно другое восприятие. Да, авторская редакция проведена Михаил Васильевичем Поповым и Невиномысским институтом экономики и права издано данное пособие. Это пособие поможет всем, кто хочет овладеть материалистической диалектикой. Такого издания, без ложной скромности, надо сказать, что такого издания в мире нет. В кратком виде, последовательно, с выведением изложены основные категории диалектики. И уже есть это в электронном виде. Можно увидеть в целом ряде источников. Я надеюсь, вы укажете, где это можно увидеть в электронном виде, потому что тираж не очень большой. Тираж пока 500 экземпляров. При необходимости тираж будет выпущен. еще один тираж. В электронном виде сейчас уже можно это пособие читать и при помощи него входить в диалектику, входить в изучение науки логики Гигеля. Гораздо легче будет пониматься наука логики Гигеля. Это пособие не означает, что не надо читать науку логики Гигеля. Это означает, это своеобразное пособие, то есть изучив с карандашиком, с ручкой, изучив данное пособие, можно в электронном виде, кто любит печатать, из электронного вида распечатать себе, и с карандашиком, с ручкой пройтись по всему тексту. Это займет буквально часов 10, может быть 15 в совокупности чтения. Конечно, здесь написано гораздо более доступно, чем непосредственно в науке логики, и это станет той дверью, которая позволит открыть доступ в науку логики Георгия 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 Фридрика Гигеля. Я хочу поздравить нас всех с выходом этого пособия, поблагодарить Михаила Васильевича Попова, в первую очередь, что он так замечательно изложил в данной категории движение, основной категории диалектики, материалистическое толкование. Михаил Васильевич Попов более 55 лет изучает и преподает науку логики Гегеля. Вряд ли можно в России, а может быть и в мире, но в России точно невозможно найти лучшего специалиста в этой области. И данное пособие позволит многим стать на плечи гигантов. В данном случае на плечи Георга Георгия Фридрика Гегеля, овладеть основами материалистической диалектики и начать или продолжить изучение науки логики с помощью пособия Михаила Васильевича Попова. Спасибо. Ну, у нас есть второй вопрос, который большие споры вокруг себя развел. Хотелось бы услышать Ваш комментарий на вопрос. Когда же все-таки случилась контрреволюция в СССР? Ну, вопрос очень злободневный. Споры ведутся и среди тех, кто относит себя к марксистам Ленинсам. Самое очевидное, если вы погибли по диалектике, если посмотреть на личное бытие, в СССР, вроде очевидно, 1991 год, когда произошло разрушение, только не развал, как говорят, развал, развалился Молосоюз сам, нет, уничтожали Советский Союз. Период уничтожения Советского Союза, вроде, произошла контрреволюция. Некоторые датируют 1991-1993 год. Ну, либо окончательно, 1993 год с расстрела Верховного Совета. Ну, это и одно, и другое не точно. 1993 год – это же вполне буржуазное государство. Парламент, который развался еще Верховный Совет, это был уже буржуазный парламент. Контрреволюция уже до этого совершилась. Но контрреволюция началась гораздо раньше, чем 1991 год. Так не бывает, что раз – и все и произошло. Началась тогда, когда произошел отказ КПСС от реализации принципа диктатуры Павлия. То есть, 22-й съезд КПСС. Вот тогда это и произошло. Причем, некоторые говорят, это даже длительный процесс. На самом деле, сама по себе революция, как переворот, он может осуществиться и в одну ночь, как вооруженное восстание. С 7-го на 8-е ноября 1917 года, по новому стилю, произошло вооруженное восстание. Произошла революция? В этом смысле, конечно, произошла революция. Власть от буржуазии… Буржуазия была лишена власти, и были созданы предпосылки власти советской, диктатуру Патриата, предпосылки раньше, а власть непосредственно диктатуру Патриата была установлена именно с 7-го, 8-го ноября 1917 года. То есть, вот в такой короткий срок. Затем уже революция, в широком смысле этого слова, как устройство нового мира, как устройство, как создание социализма, революция продолжалась. И революция в промышленности произошла, затем революция в сельском хозяйстве, коллективизация – это же тоже революция. То есть, в этом смысле революция длилась до середины 30-х годов. То есть, переходный период – это революционный переход. Это революционный переход от капитализма к социализму. Вот Китайская Народная Республика сейчас переживает вот этот переходный период, и не только Китайская Народная Республика. И также, по сути, в считанные дни произошла контрреволюция, в смысле власти, политической власти. То есть, если партия, которая называется коммунистическая, отходит от основного принципа, от принципа диктатуры претриата, а всякое государство, в какой бы форме она ни была, эта диктатура, сейчас, возможно, в мире либо диктатура буржуазии, либо диктатура претриата. Третьего просто нет. Если отказались от диктатуры претриата, значит, следовательно, устанавливается диктатура буржуазии. А она не классической формы. Такой, как вот, когда буржуазия брала власть, отбирала власть у феодалов. Она не в такой форме. Это реставрация диктатуры буржуазии. А реставрация, она уже по другим законам идет. Она не идет по законам установления власти буржуазии, которая началась еще в четыре столетия, уже пять столетий тому назад, когда буржуазия впервые в Голландии установила свою диктатуру буржуазии. Не образовался сразу вот класс буржуазии, вот как вот сейчас есть класс буржуазии. А постепенно буржуазия в этом смысле стала та часть руководящего аппарата, которая присваивала себе, начала присваивать себе плоды труда рабочих. Отменили по максимуму, ввели многие льготы для руководителей, персональные автомобили, персональные дачи. Но социализм оказался настолько крепким, что в один день его не уничтожить, не развалить. Политически, да, квадреолюция произошла на 22 съезде КПСС. А переходный период длился почти 30 лет. То есть, если 17 лет длился переходный период от капитализма к социализму, то от социализма, как в первой стадии коммунизма, к капитализму длился почти, этот период переходный длился почти 30 лет. И вы посмотрите все-таки то, что было еще в 70-х годах, еще много было преимуществ, даже в переходном периоде от социализма к капитализму, много было преимуществ у Советского Союза. Единая централизованная экономика, пусть и подвергаемая разрушению постепенно, через различные эксперименты, через попытки создания рыночного социализма, через реформу, которая называется Косыдинская реформа. А до этого, посмотрите еще, что интересно, некоторые предпосылки стали возникать еще до 22-го съезда. Во-первых, на 20-м съезде доклад Хрущева, как идеологическая атака на то, что было создано период социализма. Затем разогнали МТС. То есть что такое МТС? Машино-тракторные станции. Это государственные экономические структуры, которые цементировали все сельское хозяйство и соединяли его с промышленностью. Земля государственная? Государственная. МТС государственная. МТС оказывала услуги, ну не оказывала услуги, делала необходимые производственные процессы, создавала для колхозов. Колхозы отдавали часть продукта. Что оставалось у колхозов тогда, когда было МТС? Ну, мелкий инвентарь, скот, какие-то здания, сооружения, но это не играло решающую роль. Решающую роль играли тракторы-комбайны. Что заставило сделать Хрущев? Он не только разогнал МТС, он еще и разогнал многие колхозы. Он заставил заплатить за те тракторы, которые отдали, за те тракторы-комбайны, за ту технику, которую отдали колхозам, продали, по сути, колхозы. Колхозы имели какие-то оборотные средства, они их лишились, отдав их государству. Затем другой факт, уже в экономике контрреволюционной, это создание места министерств, региональной системы управления. когда так называемые советы народного хозяйства были созданы территориальными и передали многих полномочий, которые были в министерстве. То есть это подрыв централизованного управления, планово-централизованного управления хозяйством. Они были ликвидированы потом, когда Хрущеву убрали и Дрежнев стал генеральным секретарем. Эту ошибку исправили. Но сколько вреда было нанесено? Остались лишь несколько министерств в экономике. А невозможно эффективно управлять. И умудриться после того, как уже война уже стала дальше гораздо уже исторически, умудриться в начале 60-х годов, чтобы не хватало элементарного в нашей стране. Дефицит попали крупы. Другие продукты стали дефицитом. Это надо было умудриться так управлять хозяйством, чтобы достигнуть этих дефицитов. Посмотрите, если послевоенный период по мере насыщения продуктами магазинов цены уменьшались, то здесь уже цены поползли вверх. И денежную реформу вынуждены были еще раз сделать, после того, что Хрущев и его компания натворили. Но с приходом Брежнева ситуация в чем-то улучшилась, какие-то ошибки исправили, но депы роста были неплохие, кстати. По 5-7-8% в год рост был. Но все равно навязывание так называемого хозрасчета, когда вместо снижения себестоимости поставили задачу максимизации прибыли – это вполне рыночная, товарная задача. Тогда и экономика СССР стала хромать. Тогда меньше стала внедряться новшеств. Новшества стали внедрять и уже, по сути дела, заставляли это делать. Но плохо получалось. И тогда уже перестали меняться практически модели тех же автомобилей. Как начали производить какой-то автомобиль, уже там лет на 20 этот автомобиль на конвейере стоял. Стали отставать. Ведь, посмотрите, по многим параметрам Советский Союз не отставал от наиболее развитых стран капитала. В той же электронике практически не отставал. Но в космосе были впереди. Военные техники по многим параметрам были впереди. Если бы военные техники сохранили, в принципе, по идее, то в той же электронике все больше и больше отставаний. То же насыщение бытовой техники. Бытовая техника тоже из-за того, что на прибыль сориентировались, стали производить больше, но плохой техники. Были примеры и хорошие, конечно, но много плохого. Ведь в капитализме там внутри система конкуренции работает. А здесь получается, что на прибыль сориентировали, конкуренции-то нет. И получалось что? Ну давай побольше продукции в ценовом измерении. Вот и получается, побольше продукции в ценовом измерении и похуже качеством. План по валу. Валовые показатели давай. Потом пытались вносить коррективы, различные другие показатели внедрять. Но это не решало принципиальной проблеме. А принципиальная проблема была в том, что отодвинули рабочий класс под руководящие группы. И кто руководит тогда? Если не рабочий класс, не те представители рабочего класса, которые реализуют интересы рабочего класса. А как известно, интересы рабочего класса – это и есть общественные интересы. Они совпадают даже с общественным интересом. Только рабочий класс не может улучшить свое положение, не улучшая при этом положение других. Только рабочий класс. Все остальные, представители интеллигенции могут улучшать свое положение, не улучшая положение других. Вполне. Крестьянство в XX веке это уже не совсем крестьянство. Работники сельскохозяйства могут улучшать свое положение, не улучшая положение всей страны? Могут. Те же цены взять, задрать и ободрать всех остальных за счет того, что продукты питания подобрали. А вот рабочий класс, он не может улучшить свое положение, не улучшив при этом положение других. Чтобы улучшить свое положение, он может больше и лучше произвести. Он больше и лучше произвел, всем остальным лучше. Рабочему классу не выгодно, чтобы были плохие учителя, чтобы было плохое образование, чтобы была плохая медицина. Он не может выделить себе какую-то медицину для рабочего класса или образование для рабочего класса, а остальные ему второго сорта. Буржуазия может это сделать и делает, рабочий класс это сделать не может в силу своей многочистости и свое положение в системе производства. И вот когда руководящая роль рабочего класса, которая выражена в термине, в четком научном термине диктатура культуре, когда от этого отказались, вот тогда и началась контрреволюция. Она шла медленно, незаметно, большинство этого не понимало, большинство считало, что у нас как был социализм, так и остался социализм, а у нас на самом деле был переход от социализма к капитализму. Это приходится констатировать, как это не прискорбно, но приходится констатировать это с научной точки зрения. Все остальное это просто-напросто такие попытки каких-то идеалистических объяснений, что вот плохие люди просто-напросто это сделали. На самом деле, не то, что там Хрущев просто захотел, а на самом деле, та борьба, которая велась и в период до социализма, и в социализме, та классовая борьба, борьба с мелкобужуазностью, она была ослаблена. В значительной степени ослаблена была тем, что во время Великой Отечественной войны погибли миллионы лучших представителей партий, лучших представителей народа советского. И осталось много тех, кто прятались там по тылам, не участвовали в боевых действиях. И эти люди постепенно пробирались наверх. Вот эта мелкобужуазность, в чем причина контрреволюции? Причина контрреволюции в развитии мелкобужуазности с тем, что с мелкобужуазностью стали бороться меньше, а потом перестали бороться практически вообще. А мелкобужуазность, это что такое? Это когда дать обществу поменьше и похуже, взять от общества побольше и получше. Это сидит в каждом человеке, такой момент сидит в каждом человеке. Одни люди способны с этим бороться и борются успешно с этим. Другие люди не способны. Одни люди вообще не хотят с этим бороться, а культивируют себе это, развивают себе это, и чтобы с мелкобужуазности подняться, реставрировать капитализм и стать настоящим бужуином. Что у нас и произошло. Посмотрите, у нас очень многие, те, кто были комсомольцами, так называемые, через НТТМы, научно-техническое творчество молодежи, проникло в руководство, а затем уже в конце 80-х годов устроило свой бизнес. Закон о кооперации был принят, тем более еще, а им уже не надо было прикрываться НТТМами. Они потом стали руководителями кооперативов, создали кооперативы, а потом просто создали соответствующие ЗАО, ООО и прочие-прочие структуры, которые действительно завершили переходный период от социализма к капитализму в 90-х годах. Олег Анатольевич, такой вопрос. Как вы считаете, этот процесс был рукотворным, контрреволюционным, или все же это, как некоторые транслируют, ошибки руководства недальновидного, которые в совокупности привели к тому, что в обществе начало развиваться это мелко-бужуазное мышление, и в конце концов оно привело к итогу 91-го года. И можно ли было на каком-то из этапов после этого развернуть этот процессоран без крушения? Начну с завершающей части вашего вопроса. Развернуть можно было при правильной постановке задач, при посылке, был и крупный социалистический сектор, то есть в любом случае защитная часть экономики планомерно управлялась. Если правильно, планомерно управлять, можно было развернуть. Этот процесс — это единство объективного и субъективного. И революция, и контрреволюция — это единство объективного и субъективного. Корни, основа — это объективное, конечно. Мелко-бужуазность объективно существует. Это не просто в сознании. В сознании лишь отражение этого. Это важное отражение, но это отражение. Оно существует в материальном мире. Действительно, производство сейчас такое, что, тем более в 60-х годах, было такое, что невозможно удовлетворять все разумные потребности, потребности, которые ведут к развитию человека, невозможно. То есть необходимо распределение по труду, а в распределении по труду уже заложен момент мелкогуржуазности. Владимир Ищенин четко указывал, что социализм справедливости полностью не даст. Распределение по труду, да, больше, лучше сделал, получи, больше. Поэтому необходимо было постоянно воспроизводиться. Ее даже не надо сознательно как-то культивировать. Она производится из человеческого эгоизма, который исходит из материальных предпосылок. Желание получить больше, а это желание получить больше не потому, что просто человек хочет получить больше, потому что ему для жизни нужен какой-то объем средств существования. И его, конечно, явно в социализме еще недостаточно для полноценного развития человека. Уже много было сделано. Из общественных фондов потребления большая часть того, что потреблялось, из общественных фондов потребления. Меньшая часть через распределение по труду. Но это даже было уже в 70-е, 80-е годы. Даже когда переходный период от социализма к капитализму. Но этот процесс, это процесс единства объективного и субъективного. В основе, конечно, объективного. Поэтому нужно было постоянно, последовательно выкорчевывать вот эти мелкобужуазные тенденции, как минимум, из руководства. Это происходило в недостаточной мере. То есть, многие упрекают Сталина в том, что он не увидел такого врага, как Хрущев. Наверное, можно упрекнуть в этом Сталина. А где остальные были те, кто после Сталина остались? Члены, те же члены политбюро. Почему единогласно была принята программа партии на 22-м съезде, где убрали территорию протериата? То есть, на самом деле, упрекать в этом Сталина, ну, наверное, он допустил, в этом смысле, недосмотр, ошибку, что такого, как Хрущев. Но там же были и другие руководители. И Хрущев не занимал отнюдь самую единственную руководящую должность. Там были руководители правительства, руководители Верховного Совета. То есть, эта мелкобуржуазность, она, видно, вошла в плоти крови не одного руководителя. И, к сожалению, она преобразовала и сознание многих. И эти сознательные, уже сознательные мелкобуржуа, они заняли руководящие пасты. То есть, если урок каков? Если не проводить постоянную систематическую борьбу с мелкобуржуазностью, если не реализовывать систематические принципы диктатуры протериата, где интересы рабочего класса всегда и во всем должны ставиться в приоритет, и реализовываться в конкретной экономической и в целом социальной политике, которая включает в себя экономическую, то предпостные контрреволюции будут усиливаться. И здесь нужна борьба постоянная, весь период социализма. Даже наступит полный коммунизм, не факт, что он не вернется к первой фазе социализма. Может быть, какие-то будут подобные движения назад. То есть, движение, развитие всегда означает и движение вперед, и тенденция есть, которая регрессивная, тянет назад. Если это противоречие не разрешает сознательно в условиях социализма, то предпосылки для реставрации капитализма будут усиливаться. Еще такой вопрос. Как Вы прокомментируете влияние создания Верховного Совета 36-го года на последующие процессы? Вы имеете в виду переход принципа выборов с производственного на территориально? Да, именно создание выборов. Да, я думаю, что в условиях, когда реализовывались принципы, которые пролетариаты через выявление и реализацию интересов рабочего класса, как приоритетные, это еще было как терпимо. Это не лучший был шаг. Лучше бы, конечно, сохранили бы последовательно, более последовательно была бы реализация диктатуры предприятий, и сохранились бы выборы по производству принципов. Но в тот период, когда руководство партии реализовывало принципы приоритета рабочего класса, принципы диктатуры предприятия, это не разрушило социализм. А в условиях, когда руководство стали преобладать мелкобужуазные элементы, это было использовано на полную. То есть вот этот принцип выборов, вообще выборы выхолостили, выборы перестали быть во многом выборами с точки зрения интересов рабочего класса. Остался отдельный элемент еще, конечно. Нельзя сказать, что просто все изменилось в одночасье. Остался такой элемент в выборах, когда трудовые коллективы должны были выдвигать. То есть проходили через трудовые коллективы. Любой, кто шел в депутаты, в кандидат депутатов, должен быть вверх на собраниях трудовых коллективов. И в этом смысле этот момент существенно сохранялся. И это как-то сдерживало систему в позитивных параметрах. А тогда, когда уже убрали принцип диктатуры предприятия из программ партии, конечно, стало, кто жил в те времена, в 80-е годы, помнили, какие были выборы. Ну, выдвинули райкомой, соответственно, или там, если выборы по стране ЦК, выдвинули список, вот те-то, те-то пойдут, их просмотрели различные кадровые комиссии, и вот будешь депутатом. Посмотрите, что, как легко эти органы сдали власть. То есть там мало очень было, там были люди, те, которые достойны воровой заинтереса рабочего класса, но их мало оказалось. Мелкобужуарсность побеждала, и там депутаты получали такие льготы серьезные. Мало того, почет, но еще и годы очень серьезные, поэтому выгодно было быть депутатом. А это не должно было. Депутатам не должно быть, не должно выгоды получать от того, что находится в органе власти. Еще такой вопрос. В идеологической борьбе, вообще, когда сталкиваемся с рабочими или с другими людьми, кого активно пропордируют на сторону коммунизма, сталкиваемся со следующим, особенно в божьем взрослом поколении, с тем, что была инерция, созданная строительством социализма и развитие Советского Союза, развитие промышленности, развитие благосостояния граждан Советского Союза. Но при этом, как вы ранее сказали, существовала обратная тенденция контрреволюционная, которая началась с 56-57 года, с этих реформ. И в точке Брежневского правления получилось так, что вот эта инерция социализма, строительство социализма привела к тому, что был необычайно высокий уровень жизни у людей, но при этом идеологическое движение шло в обратном направлении, в сторону мелкодружелазности и прочих негативных тенденций. И у людей складывается такое противоречие, что вроде бы мы достигли какого-то роста, но при этом на вот этом гике роста люди сами были уже заражены этой мелкодружелазности. По крайней мере, в большинстве своем люди мечтали о джинсах, жвачках и прочих. Хотя государство в тот момент одно из самых крупных достижений, которое я для себя отмечаю, электрификация всей страны, она же была завершена прибрежнее. И при этом же в этот момент вот такие мелкодружелазные тенденции. Не ошибочно ли для линии нашей партии вообще каким-то образом пытаться оправдывать период Хрущева или Брежнева, не самих правителей, а этот период, нерациональнее будет нам просто, начиная с 1956 года, объяснять людям, что все это была негативная тенденция, просто сопровождалась она тем, что еще существовал социалистический сектор производства, и он развивался. Как это будет проще внести? Если говорить, задача не в том, что проще внести, а в том, что правильнее. Ну, правильнее и правильнее. Я думаю, что когда Маркс писал «Капитал», он не стал задачей проще написать, он стал задачей истинно изложить это. «Капитал» истинно изложить эту истину, правильно будет посмотреть это диалектически, то есть с точки зрения материалистической диалектики. не может одна тенденция негативная, тенденция обязательно, даже если преобладает негативная, она начала преобладать эту негативную тенденцию в политике, в экономике не так сразу все-таки сохранялись позитивные, не просто инерции, а сохранялись позитивные основы, те основы социализма, которые заложены. Более того, я скажу, уже 30 лет прошло с 1991 года, а до сих пор основой экономики России остаются те средства производства, которые созданы были в период СССР. Те же трубопроводы, те же разведанные запасы, в большинстве своем это то, что было создано в период СССР. А посмотрите по военной технике, те же заделы, которые тогда были созданы, знаменитое сейчас гиперзвуковое оружие, тогда оно в разработке тогда были, тот же реактивный ракетоносец Ту-160, так его сейчас просто-напросто воспроизводят. То есть делают новый Ту-160М. Просто работал на этом заводе, его загнали на ремонт. Нет, это может быть тот факт, знаете, но сейчас вот тут нам четко докладывают по телевизору, рассказывают, что производится новый, просто новый самолет. Но такой же почти, с новой авиоманикой, с какими-то новыми модернизациями, но это то, что было создано 40 лет тому назад. Технические принципы те же. Поэтому не удивительно, что то, что было создано в условиях социализма, победившего социализм в Советском Союзе, оно до 1991 года в значительной степени помогало жить в стране. И эта мелкобуржуазность, она в значительной степени победила, но оставалась и позитивная тенденция. Та же система планирования, пусть даже и в искаженном виде, то есть через внедрение разных показателей там, но все равно были показатели натуральные. Нужно было произвести столько-то угля, столько-то стали, столько-то другой продукции. То есть эта борьба шла постоянно, это настоящая классовая борьба. И когда упрекают, некоторые говорят, что тезис об усилении классовой борьбы, он неправильный, на самом деле, ну что, то, что произошло в 56-м году, в 62-м году, это не обострение классовой борьбы? Классовая борьба в СССР была, и она проводилась. В то же время признавались, нет, классовой борьбы у нас нет, а как можно успокоить, чтобы не боролись с тобой? Да нет, классовой борьбы нет, не надо бороться, а сами проводят эту классовую борьбу. Посмотрите, 62-й год Новочеркасск. Рабочие что требовали? Да, стихийно потребовали. Что рабочие потребовали? Чтобы обратили внимание, что цены подняли, а зарплату снизили. Вышли рабочие ряда заводов. Ну там нашлось, может быть, несколько хулиганов, которые что-то там побили, разгромили. Но рабочие, да, с четкими довольно требованиями к власти вышли, что вы творите? Куда вы идете? Когда Владимир Ильич Алинина спросили, вот сейчас забастовки, вот победила революция, а рабочие некоторые проводят забастовки, несознательные рабочие, какие плохие рабочие. Владимир Ильич Алинин что на это сказал? Говорит, тут два варианта. Если рабочие неправы, мы коммунисты должны суметь объяснить им, что они неправы. А если рабочие правы, мы должны сделать все, чтобы реализовать эту правоту. Значит мы неправы, мы где-то ошиблись, мы должны поправить себя. Что сделал Хрущев? Рабочие его пытались поправить, вот так стихийно уже рабочие. Вышли на классную борьбу уже открытую. Пришли к райкому. К ним пытались там выходить, ну что им пытались обвестять. Вместо этого вывели войска и стали стрелять людей. А те, кто посчитали зачистщиками, их после этого еще судили и расстреляли. Вот оно, это то, что на поверхности вскрылась контрреволюционная сущность того, что делала руководство партии во главе с Хрущевым. Против рабочих. И не только это в Новочеркасске возмущение. Да любой возбудится, если одновременно цены повышают, а зарплату снижают. У нас тоже в 90-х годах забастовки были, когда зарплата была низкая, где вообще не платили ее. А цены были огромные, по 12 раз за год возрастали цены. Но это уже был капитализм. Это уже был капитализм, это по-другому. Расправлялись с рабочими, выгоняли, закрывали предприятия, локауты устраивали. Поэтому тут тенденция негативная преобладала, но с ней боролась и позитивная тенденция. И, к сожалению, эта позитивная тенденция не нашла такой вот вид определенной части руководства партии, которая попыталась развернуть ситуацию в русло восстановления социализма, чтобы покончить с контрреволюцией. То есть можно сказать, что в первую очередь контрреволюционный процесс – это предательство элит, предательство интеллигенции, которая отвернулась… Элита – это, в принципе, термин, я бы сказал, не марсистский, а есть понятие руководства, есть понятие даже вожди, есть понятие такое. Этот процесс, он начинался объективно, всегда есть предпосылки к нему. Но эти предпосылки нужно реализовывать. Так же, как революция не может произойти без партии рабочего класса мощной и сильной, так же и котреволюция не может произойти без руководства такого, которое бы пошло по этому котреволюционному пути. Что, один Хрущев пошел по этому, а в Чехословакии не пошли, а в Польше не пошли, а в Югославии? В Югославии при Сталине еще, период Сталина, очень заслуженный, героический руководитель югославского народа, он стал разворачивать в сторону товарного производства. Туда еще социализм у них не было еще, не построен, но период перехода от капитализма к социализму, он остановился на переходный период, идеализировали его, что это вот самая то, собственность чья была. Собственность была трудовых коллективов. Вот сейчас есть иллюзия такая, в том числе у гиперпартии, что социализм это когда собственность трудовых коллективов, то что называется наркосиндикализм. На самом деле собственность, когда наследство производства трудовых коллективов, это все равно частная собственность, потому что это не собственность всего общества, это собственность отдельного коллектива. Вот сейчас Huawei это кооператив, но это что? Это все равно частное предприятие. Но где работники являются сособственниками? В Югославии пришли к этому, но дальше обобщислять не стали. И еще спорят там мощнейший идеологический спор и политический, который возник между руководством Советского Союза и руководством Югославии. И Советский Союз, конечно, тогда был прав. А когда Крущев и его компания начали воплощать эту тенденцию в мертвую ужасность, тогда китайские товарищи пытались поправить. Но они критиковали, очень серьезно критиковали. Это стало одной из причин того, что разошлись и политически, и дипломатически, и даже военный конфликт был между двумя странами. Одна страна в переходном периоде от социализма, от капитализма к социализму в Китайской Народной Республике, а другая страна в это время была в переходном периоде от социализма к капитализму, это СССР. Так что, я думаю, вот так вот дело обстояло. Ясно. Ну, спасибо. На силу вам можно попрощаться. Всего доброго. Спасибо.